Ну что, мой юный миксолог, я тебя приветствую с тобой, Дава Дым, и я всё-таки решился, наверное, раза два в неделю рассказывать о миксологии. Наверное, скорее всего, не рассказывать, а просто показывать, когда у тебя идёт какое-то творческое истощение, чтобы можно было покурить, либо что можно свежего предложить гостям. Я тебя сразу предупрежу, я не буду называть эти видосы, как сделать макфури, как сделать шоколадный фондан, как сделать шоколадный анальчик, либо как сделать яичный чайный пакетик. Здесь будет всё просто. Сегодня у нас микс номер один, и для этого тебе понадобится чашка, желательно не фанал, можно использовать пятидырую, шестидырую, плоскодонную и так далее, но главное не фаналоподобные. Нам потребуется Дафт Кокос, нам потребуется Драгон Фруид, тоже от компании Дафт, и, конечно же, потребуется Малайзиан Табака Пинг Тинг. Но я тебя сразу предупрежу, если у тебя есть похожие вкусы по тональности другого производителя, без проблем. Просто бери их и мешай, потому что, как мы знаем, практически 90% ароматизаторов используются разными производителями, так что схожесть по-любому будет, и самое главное, общую концепцию вкуса мы с тобой не потеряем. Поэтому всё очень просто и легко, и самое главное, не навязчиво. Смотри, тут у нас сейчас пойдёт речь, наверное, о слоях. Давай тихонечко разбираться. Малайзиан Табака не очень жаростойкий табак, очень яркий и очень водянистый, поэтому, скорее всего, мы забьём его средним слоем. На самый низ мы бросим драгонфрут, потому что это, в принципе, не очень яркий вкус, и нам не нужно его возвышать над другими вкусами. Поэтому мы его оставим в самом низу на фоне, чтобы он просто где-то что-то замылял, либо просто дополнял какой-то вкус и убирал пробелы с нашего общего фона вкуса. Ну и наверх, конечно же, пойдёт кокос. Максимально топовый вкус от компании DAF и обладает очень крутым молочным оттенком, и он у нас пойдёт на самый основной вкус. То есть у него приоритет будет больше. Так, мы открываем наш DAF. Смотри, главное правило, я думаю, наверное, буду всегда это объяснять. Табак нужно перемешать. Изначально в банке. Ты его выкладываешь, сколько тебе нужно. Да, мы его бросаем на самый нижний слой. Примерно вот столичка нам его хватит. Он, да, по тональности он такой. Его точно нельзя было опускать на самый верх, и чтобы он у нас более был в приоритете по ароматике. Поэтому мы его накидываем в самый низ. Далее, мы берём наш Pink King от компании Malaysian Tobacco, либо проще Danger. Эту штучку не используем, она нам здесь не нужна. Это мы выкладываем сверху. Тоже не очень много. Чуть-чуть ещё добавлю. Далее, всё это разравниваем. И я тебе настоятельно не рекомендую, не используй свою рабочую поверхность для того, чтобы делать вот это вот, вот это. Когда вот так вот ты перемешиваешь нахуя, ты создаёшь из стерео трёх вкусов один монотонный компот. Не делай так, это неправильно. Если кто-то говорит, что это правильно, и ты им веришь, пожалуйста. Но можешь послушать меня. Далее. И мы берём нашу, наверное, главную царицу этого вечера. Это кокос. Его мы выкладываем сверху. Ну, как ты понимаешь, что его должно быть чуть меньше, чем нижний в самый вкус. То есть, его ложи меньше, чем драгон фруита. Грубо говоря, по процентовке как-то так. Потому что он здесь будет преобладать не за счёт количества, а за счёт того, что он будет больше подвержен температуре. И, соответственно, раскрываться он будет больше. Тут уже идёт такая личная тема, делать колодец или не делать. Я делаю колодец абсолютно всегда. И я не верю в многие вещи, что с колодцем курица как-то не так. И вуаля, наша чашечка готова. И это микс номер один. Примерно по тональности он будет схож с молочной фейхуевой. За счёт драгон фруита и, конечно же, пинкмана. И, конечно же, такого вкуса, как пинг кинг. Потому что он вроде сладкий, но обладает маленькой кислинкой. Поэтому я тебе желаю хорошего покора. Вдохновляйся разными вещами для того, чтобы создавать крутые миксы. Можешь на меня подписаться, потому что этих видео будет много. Так что я тебя люблю. Пока-пока.